Как проходит мой самый обычный день, когда я худею? Досмотри это видео до конца и ты узнаешь, что я делаю, чтобы похудеть на 30 килограмм всего за 4 месяца. Что я ем? Как я тренируюсь? Давай посмотрим. Поехали! Каждый день утром я просыпаюсь между 7 и 8. Сегодня я встал в 7.40. Накидываю шорты и иду выпиваю стакан воды. Одеваю кроссовки и иду на дорожку. Каждый день я снимаю контент и туда-сюда все передвигаю. Свет, штативы, этих штук полный дом. Одеваю наушники, чтобы не будить Лену, и встаю на дорожку, чтобы походить 40-60 минут со скоростью 6 км в час. Пока я хожу на дорожке, я обычно слушаю аудиокнигу, смотрю YouTube, могу посвятить время ответам на вопросы на курсе похудения. Когда все надоедает, а обычно это происходит к концу сушки, то я дохожу до того, что начинаю смотреть какое-нибудь аниме. Последнее это было Наруто какой-то. Вы, наверное, скажете, вот ему легко говорить и худеть. Утром ему никуда не надо бежать на работу, и он может спокойно потренироваться. Так было не всегда, друзья. Два раза я худел на 30 кг за 4 месяца, когда работал на самой обычной работе по найму. На севере России я работал инженером на газокомпрессорной станции. И когда надо было, то я вставал в 5 утра, чтобы сделать 40 минут на эллипсе. Конечно, я не каждый день так делал, но когда нужно было, я находил всегда возможность. Сейчас у меня вот такой вот график, и по сути я работаю дома сам на себя. Я походил 40 минут. Дальше, пока я смотрю свой результат за 5 с половиной недель, я иду и встаю на весы. И в итоге я скинул 13 кг. Дальше душ, чищу зубы, причесываю свои 3 волосины, и у меня начинается английский. Я его учу для того, чтобы в перспективе вести блог на английском языке. Строго не судите, я только начинаю его учить. Так, у меня начинается завтрак. И у тебя вот тоже. Значит, после английского, время 10.30, я начинаю себе сделать завтрак. Я походил, попил кофейку, пока сидел на английском. Сегодня приготовлю вот такую штуку, тоже иногда бывает на скорую руку готовлю. Можно запеканку сделать, но она дольше на самом деле готовится, а есть уже охота. Короче, нам нужен лаваш. В принципе, вот такие тортильи, сейчас попробую. Сейчас буду сделать шаурму творожную. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится лаваш. Нам понадобится творог. И сюда делаем сакзам. Пригодится, потому что я люблю сладенькое. Не знаю, как вы, но сладенькое я люблю. Нам понадобится противень. Постелили. Творог, два белка, сакзам. И сюда ягоды. Хоп. Второй лаваш. Всего 270 грамм в упаковке. Это получается по 90 грамм лаваш. Итого где-то грамм 70 углеводов будет за счет лаваша. И желток вот так намазываем наши рулеты. Обратите внимание на них. Они прекрасны. Ставим в духовочку. Давайте 15 минут им хватит. 180 градусов. 15 минут. Погнали. Так, раз я сегодня занял здесь кухню, и Елена не любит творог, надо ее накормить. Сейчас мы будем изобретать какой-нибудь завтрак вкусный. У нас осталась одна лепешка лаваша. И сейчас мы что-нибудь с нее сделаем. Помидорка. Одно цельное. Хоп. И два-три белка. Вот такая штука, короче, получилась. Мы сейчас все на сковородку. Так, и сверху я положу тортилью. Не вместилась тортилья. Но мы ее вот так подкосили чуть-чуть. Пусть прихватит. Так, что у меня здесь за химоза стоит, значит. Это казеин. Это Лена себе взяла пьет. Это быца. Я, бывает, на тренировку развожу. Вот эти тоже развожу на тренировку. Просто пью гококтейль вкусный. И этот креатин. Это Лена себе на тренировку. Так, значит, наши рулетики допеклись, по-моему. Сейчас мы их достанем. Вот они. Симпатяги. Я переворачиваю с помощью тарелки, чтобы не мучиться. Какой красивый амолед у Елены. Вот какой. Сейчас она будет мне много, премного благодарна. И все будет вкусно. Вот смотрите, вот такой прекрасный завтрак получился. Даже два. И все это из тортильи было сделано. Творога. Давайте просто разломаем. Вот такая штука внутри. Подписывайтесь и ешьте с нами. Чуть не забыл после завтрака выпить таблеток. Таблеток для похудения. Которых не существует, конечно. Нет, я просто не выпил БАДы. БАДы. На похудение очень легко себя загнать в простуду. Начинаю сразу сопливить, если перестараться по дефициту. Или перестараться по нагрузке. Сразу сопливить начинаешь. Поэтому вот у меня витамин С в аскорбиновой кислоте. Витамин С в аскорбат натрия. Упала крышка. Сейчас подниму. Вот. Также вот я достал уже Омега. Омега-3. Обычные капсулы по 300 миллиграмм. Где они? Я их 7 штук ем, чтобы 2 грамма получилось в итоге. Вот куркумин можно съесть. Две капсулы. Милдранат пью. Вот он. Милдранат. Почему тут 3 капсулы? Я вообще по 2 пью. 1000 миллиграмм милдраната. Магний. Штуки 3 можно выпить. Здесь вот витаминно-минеральный комплекс. Вот он у меня капсулы. Я уже достал. Это для сна. Вот это мощная штука для сна. Я ее пью. Тут валерьянка. Фенибуд даже добавлено. Вот цинк можно пить, чтобы не болеть. Это только на постоянной основе. На период, когда я чувствую, что простываю. Омега-3, магний, цинк, витамин С. Это все горсть. Вот сейчас за раз выпью. Оп. Второй завтрак. Сколько калорий. Итак, значит, после завтрака я обычно сажусь за компьютер работать. Значит, у меня... Какая работа вообще в чем заключается? У меня есть курс, где ребята худеют. Да, где участники курса худеют. И я работаю над ответами на вопросы. Также здесь у нас есть ежедневная регулярная отчетность в виде активности, в виде дневников питания. И это все проверяется. Плюс постоянно вопросы в течение похудения у людей возникают. Это мы все разбираем. В том числе, я за компьютером разрабатываю, так сказать, контент. Планирую контент. Допустим, сейчас со своим сценаристом, который мне помогает сценариями по рилсу. Буду дорабатывать, какой сегодня рилс записать, какой на завтра, какой на послезавтра. Может, что-то сам сейчас еще придумаю, пока в голову придет. И после того, как за компьютером поработаю, я записываю рилс. Делаю это ежедневно, что вы сами видите. Практически ежедневно записываю рилс. И, соответственно, на это время еще уходит планирование контента на будущее. Вот. В целом, полдня уходит на такую работу. И, соответственно, после чего, после чего сегодня еще надо будет сходить в зал. Записать тренировку домашнюю на курс. И, ну, то есть, снять я ее просто хочу в зале. Потому что, потому что мне там будет удобнее домашнюю тренировку отснять. Вот. И сегодня еще вебинар вечером на курсе. Ну, а пока сижу за компьютером, работаю. Бабушкино яблоко в качестве перекуса. Вообще нормально заходит. Итак, друзья, время уже ближе к обеду. Я еще сижу, работаю. И надо бы заказать что-то, чтобы приготовить себе обед. Значит, я придумал, что это будет говядина с курицей, котлеты. Вот, для этого нам нужна говядина. Конечно, лучше самому идти, выбирать себе нежирный какой-то кусок. Но сейчас попробуем заказать, что пришлют. Посмотрим. Время начать готовить, пожрать. Уже час дня. Я еще ничего не готовил. Привезли говядину. Она довольно-таки нежирная. Вот. Нежирная говядина. В принципе, я думаю, 5-7 грамм жира тут в этой говядине. Так получилось, по случайным обстоятельствам, что это 650 грамм и это 650 грамм. И сейчас у нас получится 50 на 50 котлеты. Курятины 650 грамм и говядины. Вот говядина. Так, ну что, друзья. Момент Х. У нас мясо в измельчителе. И сейчас посмотрим, справится ли этот измельчитель с этим мясом. Знаете, я хочу добавить яичко. Что-то мне кажется там сухо. Знаете, пока, короче, готовится, я уже есть что-то сильно захотел. Что-то я запозднился с обедом. Вот такую штуку пью. Белок. Короче, надо подсолить. Так, друзья, абсолютно все я жарю без масла. У нас дома никогда не найдешь масла для жарки. Все, ждем. И тут чудо-блюдо у нас. Это гречка в исполнении от Елены. Котлеты нормальные. Ну, говядину можно было еще побольше поизмельчить. Вот пока лежу, после основного приема пищи, захотелось сладенького. Вот такую печеньку сейчас затащу. Самый обычный бомбар. Вы догадываетесь, для чего я это сделал с подушками? Да, я сейчас записывать буду рилс разговорный, то есть под озвучку. И так как у меня в комнате нету шумоподавления, я вот так вот делаю, чтобы эхо не было. Мой лайфхак. Сценарий ролика про обмен веществ. Это Толик, а это Никита. И они оба хотели раскрутить свой обмен веществ, чтобы быстрее похудеть. Толик пробовал есть чаще и маленькими порциями, но обмен веществ так и не раскрутился. Тем временем Никита разбирался, как вообще работает этот обмен веществ. Дальше по плану залп. Перед нагрузками я встаю на эллипс и шагаю на нем минут 15, чтобы разогреться. По плану запись тренировки и себя еще нужно будет нагрузить. Записываю домашнюю тренировку для курса похудения про жгизи. Начинается все с общей разминки, обязательно тело надо подготовить к нагрузке. Тренировка будет с акцентом больше на ноги. И вы знаете, я сам ее сейчас еле вывожу. Упражнение в многоповторном режиме, с различными усложнениями. И я довольно плотно сам потренировался. Раз, семь. Различные приседания, выпады, наклоны с отягощениями и резинами. Но в любом случае, какой бы акцент не был на тренировке, по одному упражнению на остальные части тела сделать надо. Плечи, грудь, руки, спина. Дальше заминка, растяжка и немного пресса. После записи тренировки я пошел еще в тренажерный зал и нагрузил там те группы мышц, которые не получили должным образом нагрузку. Это больше касается спины, плеч, рук. Их нагрузить без большого отягощения довольно-таки сложно мне. Ну все, пора заканчивать. Скоро вебинар на курсе с физиологом, который нам расскажет, как строится физиология похудения. Следующий перекус. Пока сижу, прописываю сценарий. Чиколап почти без вести пропал. Наполовину остановился, решил, думаю, снять, что я его ем. Ну что, друзья, завершается сегодняшний день, день худеющего человека. Время 20 минут 12, я до 12 обычно ложусь спать. Ну, конечно, в идеале в 11 уже ложиться и засыпать. Вот, но сегодня бывает так и припозднялся. Значит, у меня 15 тысяч шагов на счетчике шагов. Это в среднем я вот так и прохожу. Значит, по калорийности рациона у меня вышло где-то 2 300, 2 200, 2 300 по Фат Сикрету. Вот, жиры 57, углеводы 188, белки 232. По рациону вечером я перекусил, опять же, котлеты, которые я сегодня сделал с гречкой. Значит, сегодняшний день заканчивается, сейчас я пойду отдыхать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это был день худеющего человека на 30 килограмм за 4 месяца. Сказать, что катастрофически больших усилий прикладываешь, не сказать. Просто это должно быть систематично. И тогда результат сам дает о себе знать. Когда вы каждый день держите диету, когда вы каждый день ходите эти шаги, выхаживаете эту норму, да, больше 10 тысяч ходите, в идеале там ближе к 15 и более ходите, то каждый день делаете такой вклад. И результат сам не заставит себя ждать, как говорится. Всем эффективного похудения, подписывайтесь, ставьте мне лайки, комментируйте. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть еще в теме похудения, как раз когда я худею, какую тему разобрать. Обязательно напишите в комментариях, я их читаю и буду, соответственно, снимать выпуски на эти темы. Всех обнял, приподнял, покружил, поставил. Пока. У меня полный живот, ты что делаешь? Сейчас гречка вылезет. Обнимай меня. Это видеоблог. Ну все.